Садпрем. Поистине поклонение – наилучший способ погубить человека. Оно тяжёлым грузом ложится на предмет поклонения и, кроме того, даёт некое право собственности на него. Так же, как на Спасителя. Некоторые претендуют, да, они вот ему поклоняются, это он, это вот, вот, кроме него никого нет на свете. Губите вы его! Он говорил о том, что Бог есть Дух, не я – икона, а вы из него идола делаете. Это тоже язычество. Он пример. Например, реализации. Вот сделайте, что он говорит, тогда будете с ним тождественны, тогда можете о нём говорить. А какое вы имеете право говорить, если он для вас идол? Если вы ничего не делаете в направлении практической реализации, которую он вам говорит. Это идолопоклонство, это гибель его. Мать! Она отвечает Садпрему. Зачем вам поклоняться? Надо встать, надо становиться. Вы занимаетесь поклонением только потому, что вам лень самим становиться. Бездельники. Поклоняться очень просто. Выбрав себе кумира, духовного лидера, там, какого-то по вкусу, ездить поклоняться ему самому или тем местам, где он когда-то обитал. Занятие притягательное и ничем не отличаясь от языческих поклонений самым разным богам в древнейшие времена. То же самое язычество. Духовный туризм, как внутрироссийский, так и зарубежный, получил сейчас широчайшее распространение. Именно туризм. А это свидетельствует о том, что дремучесть сознания нынешних людей так и осталась на уровне их далёких предшественников. Те же, кто не занимается духовным туризмом, а тихо или шумно поклоняются своему избраннику, сидя на одном месте, тоже мало чем отличается от мобильных пилигримов. Ибо и те, и другие, будучи просто рентяями, вместо каждодневного практического духовного делания, губят свои души в куминнях. Вот и всё. Поклонение тяжким грузом ложится и на тех, кому поклоняются. Ибо их убивают или хоронят заживо те, кто называют себя их учениками, верными последователями. А их учения выхолачивают настолько, что от живой истины там лишь пшика остаётся. Так было с Христом, с Буддой, с Кришной, с Лаудзой. И так стало сегодня с Шри Арабинда, с матерью, которых приватизировала организация их имени. Они приватизированы, и всё. И более ничего. Очень легко, удобно и лестно быть поклонниками, то есть иждивенцами от религии, периодически ощущать витальным существом, своим духовную атмосферу. Ну, обшибочно называют витальное наше существо, высшее витальное душою, вроде божественное, которое не имеет никакого отношения к божественному присутствию у нас. Вот. Вот эту атмосферу очень удобно и лестно ощущать в храме, в святых местах, перед мощами, иконами. Очень трудно быть истинным духовным делателем, потому что надо трудиться. Надо что-то делать. Надо что-то делать реальное для того, чтобы не чем-то ощущать эту атмосферу, а чтобы эта атмосфера в вас родилась, чтобы она пробудилась именно в вас, независимо от того, где вы находитесь, на рынке, там, где-то в подвале, в темноте. Вы поняли? Не в храме или в каком-то там святом месте. Чтобы эта атмосфера была в вас, чтобы она родилась в вас, чтобы вы её носили с собой, чтобы она никуда не могла деться. Вот это главное. Великий индийский святой, не побоюсь этого слова, действительно великий индийский святой Рамакришна, всю свою жизнь, с самого детства, страстно поклонялся богине Кали. Это богиня-разрушительница, разрушительница старого, мешающего проявлению божественного, да, эту богиню изображают на рисунках с мечом в руках. Богине Кали. Рамакришна с раннего возраста служил в храме, носящем её имя, и, естественно, боготворил свою небесную избранницу. Боготворил. И вот однажды Рамакришне приснился странный сон. Богиня-разрушительница с огромным мечом в руке попросила Рамакришну взять у неё этот меч и убить её. убить. Рамакришна вначале не поверила её словам, но потом понял, что от него требовала богиня. Она требовала убить её как последнюю привязку, чтобы он мог всецело погрузиться в божественное, без посредников, без привязки, чтобы стать тем, кем он должен стать. Без каких-либо посредников, даже столь высокопоставленных, как Спаситель или ещё кто-то. Вы поняли, да? Нам не нужны высокопоставленные посредники. Нам надо встать обестижание Духа Святого Божьего, который есть цель истины христианской жизни. Сделать это невозможно. Поэтому вся наша задача в работе на пути сознательной духовной эволюции – открыться этой силе, дать ей возможность ваять нас в угодном Господу направлении. Всё очень просто. Я сложности не вижу. О лентяях, болтунах и слепых поклонниках и прочих формалистов от религии замечательно сказал Спаситель. Цитирую. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю моего Отца Небесного. Многие скажут в тот день, в судный день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю я им, я никогда вас не знал, отойдите от меня, делающие беззаконие. Нормально сказано? Вам куда уж есть не... Наш враг – наше собственное представление о божественном и духовной жизни. У вас есть какие-то представления о духовной жизни? Ну, были когда-то, а? Ну, наверное, были. Вот я счастливый человек, у меня не было представления о духовном или о божественной жизни, когда я встал на путь. Я только понял, что мне сильно мешает ум. Я начал его останавливать. Больше никаких познаний в области, так сказать, духовной или религиозной я не имел. То есть я вообще счастливый человек. Я девственник в этом направлении. Я не был атеистом, вот так, чтобы вот атеист... Нет, ну я просто никем не был, который как бы относился к божественному. Я понял, что я так жить не могу, как я живу. Вот это я понял. И что изменить себя я не могу, пытался, не получается. Я себя изменить не могу. И тогда мне попалась книжечка «Саптремыш с Ревробинда» или «Путешествие сознания». Когда я понял, что мой главный враг – мой ум, я начал его останавливать. И с тех пор посыпались чудеса. Вот так вот. А вы всё вот это чешите голову. А как его останавливать? А как вообще, куда его девать? А как я буду жить? А как я жил, работал, расследовал происшествия, жил в семье, в командировке 10 раз в году бывали. Жил и работал, и шёл по пути. Как, как? Вот так. А вы лентяи – бездельники. Вот и всё. Ну, не всё, конечно, нет. Вы понимаете, да, что это оправдание. Да у вас нет времени, вот по остаточному принципу духовной работой заниматься нельзя. Это должно быть на первом месте. Вот. Не оставляю социум. Естественно, в социуме ты нарабатываешь ровность. Понятно, он колючий. А ровность должна быть, смирение. Тебя лупят, а ты согласен, благодаришь за то, что тебя лупят. Вот попробуй, поблагодари. А? Да нет, вы всегда справедливости ищите. Ну, там, ну, вы всегда же правы. Да, это ваше всегда право. Вы убедились, наверное, да? Ну, редко вы признаёте, что вы неправы. Редко. Ну, вначале. А потом просто начинаете понимать, что вы неправы всегда, пока вы выходите из состояния равновесия. Вас будут держать и трепать до тех пор, пока вы к ровности не придёте. Понятно, да? Ну, вот так устроен духовный мир. Тот, о котором вы мечтали. Мечтали о каком-то духовном оазисе, о хорошем постоянном настроении, чтобы всё было на подъёме. Но такого не бывает, увы. Это ваше ложное представление о духовном или божественном. Если действительно самых разных людей спросить о том, что такое божественная и что такое духовная жизнь, то получим мы разный ответ. То есть, каждый человек несёт в себе свои придуманные или заимствованные у кого-то модели духовной жизни. Или где-то прочитали, или сами придумали. Это не ваше. Коль вы этого не испытали, значит, вы где-то у кого-то содрали. Понятно, наверное, да? Ну, понравилось вам, что вот так должно быть. Или придумали. Так что невозможно, сидя с самого рождения в материальной тюрьме, реально представить духовную свободу. Ну, это невозможно просто сделать, поэтому это фантазии человеческие. И когда такой человек всерьёз начинает заниматься практической духовной работой, то он напряжённо ждёт, когда же реализуется его модель духовной жизни. Когда же, наконец, он станет тем, кем он мечтал стать. То есть, он попадает из реального времени, живёт ожиданиями, и вот так вот морковка, осёл бежит за этой морковкой, и вот так всю жизнь бежит. Метод эксплуатирует, молится, не знаю, медитирует, мозоли на коленях, руб в кровь разбит, а толку мало. Попадайте из реальности, всё. Вот мы показали же в наших исследованиях поведение пилотов в экстревальных ситуациях. Попадение из реального времени – это уход с божественной волны. Всё, ребята, приехали. Значит, бесконечные ошибки, бесконечные терзания, бесконечные сомнения – всё. Мы не в реальности. Начав работать на пути сознательной духовной эволюции, не стройте никаких планов, не ставьте никаких перед собой целей и задач, не предвосхищайте в уме, что должно с вами произойти. Просто откройтесь силе божественной, революционной энергии, в молчании ума и в ровности эмоциональной. И не мешайте ей своими домыслами творить всё, что она считает нужным. Не мешайте ей. Вообще, всё гениально просто. Откройтесь и не мешайтесь умом работе этой силой. Всё, можете жить нормально в этой жизни. Так уметь видеть, когда вы выходите из состояния ровности. Если вы эмоционально отреагировали на что-то, ну, много всяких бывает моментов, даже если вы в ровности укрепились, но эмоционально на что-то отреагировали, вы не правы. Потому что вы из ровности вышли. Ясно? Почему вы не правы? Вы должны быть в ровности, а вы вышли. Значит, вы не правы. Это педагогика кармическая. Если вы не вышли из ровности, то всё было бы нормально. Только вы выходите из ровности, у вас сразу вот эта вот искрит связь с тем, кто вас вывел. Всё. Вот только в состоянии абсолютной ровности вы способны обезопасить себя от любых нападок, враждебных сил и всяких одиозных личностей. Понятно? Только в этом состоянии. На вас никто не будет нападать, потому что вы не видны, вас нет. Вы живёте, делаете большие дела, малое дело, но вас нет. То есть вы неуязвимы для враждебных сил. Вы невидимы для них. Не фоните. Вот достаточно простая вещь. А человек, который придумывает Бога, наделяя его по своему вкусу определёнными качествами, но, безусловно, положительными, в Бог же не бывает отрицательных качеств. А если вы его придумали, то он обязательно с положительными качествами. И с человеческой точки зрения. И, разумеется, требует от него страшно желаемого для себя и для близких. Потому что он хороший, он добрый, он должен вас услышать. «Свято верив в языческого идола, в мёртвого истукана, так и не удосужившись с ним познакомиться, с ним истинным, который в вас присутствует, в вас живёт, не надо никуда далеко ходить. А вы просите какого-то Бога в пространстве, чтобы он вам помог и вашим близким». То есть иждивенцы вообще классические. Вы даже не знаете, где его искать, в каком месте он находится, как к нему обратиться. Вы меня поняли. Да вот где-то в пространстве он там. Там нету никакого в пространстве Бога, хотя он есть всюду. До тех пор, пока не откроете личное присутствие в себе, о пространстве забудьте. Вот только потом вы воссоединяетесь с пространством, и начинается новая жизнь. А до того обращайтесь туда, куда угодно. Найдутся отклики. Демонические силы только и ждут, чтобы вы туда куда-то обратились. Вот, и они сразу с вами найдут общий язык. Опытным путём некоторые убеждаются в этом. Сразу голоса пойдут, советы пойдут. И всё, всё. То есть Бог все обретёте. Точно. Параллельных истинных путей не бывает. Я думаю, вы в геометрии это соображаете, да? Вот один истинный параллельных истинных быть не может. Тропинки, которые подводят к этому магистральному пути, они могут быть самыми разными. Но путь магистральный, путь познания истины, он один для всех. То есть есть точка, которая собирает все вот эти тропинки с пробами и ошибками, к которым вы идёте. А потом один магистральный путь. Вот и всё. Вот мы говорим о пути сознательной духовной эволюции. То есть это тот самый один, единственный путь, который оставил нам Спаситель. Ещё раз подчёркиваю. Путь обретения Царства Божьего и Жизни вечного через посредство стяжания Духа. Что ещё надо? Как вы ещё хотите его вспоминать, в каких ипостасях ему поклоняться? Он оставил путь, он сказал, делайте. А вы не, и вам надо поклоняться. Данное мне в духовном опыте, говорит мать, открытие иллюзонности материальной жизни, иллюзонности материальной жизни стало для меня счастливым и сказочно прекрасным. Это был один из самых прекрасных опытов в моей жизни. Но теперь иллюзией оказывается целая духовная система, в которой мы жили. Как я её понимаю, она говорит об открытии мира окружающего после духовного рождения – это одно. А потом, когда она отождествилась со всем миром уже при наработке вот этого носителя жизни вечной, тоже меняется картина мира, совершенно другое она становится. То есть как бы трижды в этой жизни эгоистическая картина, картина из духовного центра и картина отождествления с общим миром, они совершенно разные. То есть как бы два кардинальных изменения происходят. В момент рождения в духе, а Спаситель называл это знаком событием, как обретение Царства Божьего, он говорил, вы можете обрести Царство Божьего, то есть открыть в себе духовную ипостась, вот она, вы её носите с собой с самого рождения. Оно состоялось у матери где-то в самом начале XX века. То есть происходит в этот момент мгновенный, тихий или шумный взрыв сознания, тот же скандинально меняется в виде неокружающего мира. И всё, что раньше казалось вам ценным, весомым и правильным, правильным с человеческой точки зрения, видите, теперь смешным, гротескным и абсолютно ничего не значимым. То есть люди, чем вы занимаетесь, какие глупости вы говорите, что вы обсуждаете, уже какой-то смех. То есть в один момент ты видишь вот абсурдность того, чем люди занимаются, чем они всерьёз занимаются, и что они всерьёз обсуждают. И в сердце открывается, ну, неизбывная, что ли, поначалу громкая любовь, потом тихая, какая-то постоянная. То есть вот этот острый период проходит, и, что самое главное, вы в момент духовного рождения действительно одерживаете психологическую победу над смертью. Когда истинная сущность ваша выходит на первый план, вы прекрасно понимаете или знаете, что вы всегда были, есть и будете, что вы уже никуда не исчезнете. То есть вот эта непрерывность существования, оно открывается вам в момент духовного рождения. Как говорил Спаситель в Евангелии от Фомы, «Будьте прохожими». То есть ты открываешь себя здесь как прохожего. Я откуда-то пришёл, сейчас иду, потом обязательно уйду. Куда уйду? Уйду только с тем, что я собой могу здесь забрать. Из материального мира ничего не заберу, даже карточку там денежную в гроб её положат, всё толку, в крематории сожгут. Ну, к примеру. Понятно, ничего вы из этого мира забрать не можете. А вот то, что накопите в истинной сущности, это, ну, пожалуй, самое ценное. Или главное, что вы должны сделать. Вот так. И всё это наполняет вашу жизнь высшим смыслом. И весь мир видится теперь в божественном свете. То, что прожект от души высвечивает в этом мире, вы это видите. И под впечатлением после духовного рождения она, мать, написала молитвы и медитации. Вот такая книжечка небольшая. Она вот это своё состояние новое описала в этой книжке. И эти переживания в то время казались ей единственно возможными, абсолютно точными. И она выражала, как бы, открывшуюся ей истину вот в этих переживаниях. Когда я их прочитал, молитвы и медитации, я выжил, какое детство там? Чё, мать не соображает, что ли? Чё она тут вот понаписал-то? И потом оказалось, что она, когда ей дали прочитать, неужели это я писала? То есть, меняется кардинально взаимодействие ощущений этого мира в новом качестве, когда ты с миром отождествляешься. Не глядишь на него с прожектором вот как бы отсюда, а действительно и становишься этим миром. Вообще всё кардинально меняется. Вот это вообще удивительная вещь. И у неё надолго затянулся период духовной стагнации, то есть, своеобразный духовный застой был. Он убаюкал её сознание, и оно дремал до тех пор, пока она, ну, уже после ухода Штри Авробинда в 1950 году, не отважилась начать заново или сначала всю духовную работу. Вот сначала, в 80-летнем возрасте. Понимаете, да? Ну, примерно. Так что у вас всё впереди, вы все такие молодые, вот я даже... Только начинать надо серьёзную духовную реализацию. Ну, кто раньше начнёт, ещё лучше. Сами понимаете. Ну, ладно. И вот, когда она начала действительно серьёзно заниматься второй стадии духовной реализации, обретением жизни вечной, вот тогда вся, казалось бы, незыблемая духовная система, в которой она пребывала десятки лет, вот, которая культивировала стена хашрама, оказалась иллюзионной, рухнула, как ранее в момент духовного рождения, то есть, иллюзионной оказалась материальная жизнь. Теперь она поняла, что вообще какой-то новый этап открывается, удивительно новый этап. И вот эти самые молитвы и медитации, когда отказавшиеся матери вершиной духовного видения, теперь ей казались по-детски наивными самой. Она говорит, я не могла таково написать. Ну, написала. Наверное, было то состояние сознания, в котором она писала, то есть, она от него уже отреклась, вернее, ну, не отреклась, а на новую стадию перешла. Понятно? Поэтому я её прекрасно понимаю. Там, конечно, был детский лебедь. Как всё прекрасно, как всё замечательно, как хорошо всех любить. Это замечательно, но это первое переживание, первое впечатление, которое потом скукоживается, и опять эго начинает тобой властвовать. Эго начинает рулить, руководить, ты начинаешь плутать, но в конечном счёте, если Бог выводит тебя на верную дорогу в системе «Навигатор» маршрут перестроен, то замечательно. Перестраивается маршрут. И когда любовь больше не исходит из твоего сердца, как это было прежде, ты сам становишься любовью. Вот это странно, да? Вот ты становишься любовью или благодать. Это вообще шизофрения, конечно. Если об этом говорить, то в сумасшедший дом надо помещать человек. Как ты становишься любовью? Чё, князь Мышкин, да, по Достоевскому? Ну, примерно. Но это действительно новое состояние. Это состояние, которое по-другому ты и не скажешь. Вот. Раньше что-то в тебе было, то, что как любовь можно было обозначить, а теперь ты. Это вообще непонятно. Ты везде и нигде и ещё любовь. Ну, это всё. Если психиатру скажешь, психиатры – это они умные люди, и психологи умные люди, они пытаются адаптировать нас, ненормальных, к ненормальному миру. А я вот хочу стать нормальным человеком. Имею право, нет? Не хочу адаптироваться к ненормальному миру. Ну, моё законное право. На Западе всех адаптируют путём зомбирования, программирования к ненормальному миру. И люди там нормальные, да? Ну, нормальные, холодные, но нормальные. Вот сейчас на учёт всех возьмут. Китайцы правильно делают, всех надо учитывать. То есть цифровизация полная. А то как вот вами рулить? 80,5 миллиардов, что с вами делать? Кто что там задумал? Их надо как-то вот занести в эту самую систему, и потом каждому, или каждой этой самой посерьгам, да, по уровню сознания, программки лёгкие включать, и будет всё в порядке. То есть люди успокоятся, и в мире будет тихо в конечном счёте. Но бесплодно в духовном плане, но тихо. То есть тихая погибель, ну, грядёт, наверное. Так мне кажется, когда цифровизация будет полной. Тихая погибель. Ну, это же хорошо, многие об этом мечтают. Умереть во сне, например, да? Вот. Ну, мечтают многие. Нет, ну, я вот слышал, говорю, вот таракан бежит. Это не таракан, муравей. Вот. Вы поняли, да? Так что цифровизация приведёт к упокоению, наверное, всё-таки народных масс. Ну, в конечном счёте. Не знаю, доживу ли я до этого момента. Но смысл такой. Погрузить в виртуальные миры, прозомбировать как следует. В любом плане. Церковь будет зомбировать те самые учёные, материалисты, идеалисты, психологи. Философы. Все будут как бы по ячейкам распределены, и у каждого будет свой интерес. Вот так. И вот это новое состояние, о котором она говорит, это действительно полное ощущение, что ты лишился формы. Ну, ты в теле ощущал, что форма какая-то, да? Тело-то оно есть, ты его можешь пощупать, измерить, взвесить, накормить, погулять, вывести. Но ты не оно. Вот это ощущение, что ты уже не оно. И вот то, что стало тобою, это божественная индивидуальность. Если была эгоистическая индивидуальность, одно. Духовная индивидуальность, вторая стадия. Божественная индивидуальность, индивидуальность, я подчеркиваю, это другое. Как бы третья форма существования. Это интересное переживание. А твое физическое тело, с которым ты теперь связан лишь через посредство вот этой новой воли или божественной воли, оно спонтанно и абсолютно безошибочно руководится этой волей. Его действия обретают новую жизнь. Оно становится совершенным инструментом исполнительной воли новой. Разве не достойно удивления? Не-то революция, произошедшая в сознании, соответственно, восприятие окружающего мира. Вот она об этом говорит. Какое изменение разительное. Вот так.